Олимпийские чемпионки поделились секретами успеха с Колпинцами. На Пролетарской прошла автограф-сессия фехтовальщиц Екатерины Дьяченко и Ольги Кочневой. На Олимпиаде в Рио Ольга Кочнева выступила только в одном поединке. Но именно тогда наши фехтовальщицы обошли эстонских на 6 очков, обеспечив себе бронзу. Это были самые эмоциональные соревнования в ее жизни, признается Ольга. Екатерина Дьяченко росла в семье фехтовальщиков, поэтому вышла на дорожку в 7 лет. В 15 уже входила в состав национальной сборной, а на Олимпиаде в Рио выступила с саблей. Екатерина считает свою золотую медаль результатом упорных тренировок. Главное это целеустремленность, работоспособность бешеная. Мы тренировались сейчас перед Олимпиадой, например, по 3 раза в день. Наверное, в этом секрет. Московская шпажистка Ольга в северной столице провела больше 10 встреч и мастер-классов, а у петербурженки Екатерины их количество уже перевалило за 40. Колпина встретила чемпионок показательным выступлением юных фехтовальщиц, а на автограф-сессии спортсменки рассказали, что решили взять передышку и год пожить для себя. Екатерина, например, планирует открыть в родном Петербурге свою школу фехтования. Субтитры создавал DimaTorzok